Всем привет дорогие друзья! С вами Фёстон, а это очередное видео посвященное игре Контра Сити ВКонтакте. Итак, друзья, страйк с моего канала еще не сняли, но остается буквально пара дней и если все будет окей, друзья, просто скрестите за меня пальцы. Тшш! Аааа! Да не так же буквально. Ну в общем, если все будет окей, то буквально через два дня страйк с моего канала снимут. А это значит, что я смогу выкладывать полноценные большие видео длиной больше 15 минут, а это у нас такой небольшой промо-ролик. Но при этом довольно-таки интересный, потому что мне, друзья, здесь в компанию, ну или я не знаю как, в компанию, в оппоненты, в общем, попались довольно-таки такие игроки. Ну, грубо говоря, не было таких сильных игроков. Была парочка игроков. Вот этот вот парень тут на карте божил, когда я на нее зашел. И он, в принципе, да, он так нормально играет. Но он играет не лучше, не хуже меня. Ну, может быть, там чуть-чуть получше. Но в целом, как бы, ээээ, да, вот он меня убил. Эймчик какой-то 2-2-8. Но мне здесь понравилось играть, мне было комфортно, потому что в основном были слабые игроки. А те игроки, которые были сильные, они были, как бы сказать, не намного, чтобы прям там сильнее меня я с ними нормально конкурировал. Знаете, иногда бывает, зайдешь на игру, а там чувак, ну просто ты его бьешь, он не пробивается. И еще у него там пушки всякие крутые. И вообще, тушите свет. Нет, здесь все нормально, как бы нормальная компания, поэтому играем здесь. Я-то, в принципе, как бы никогда не претендовал на какое-то там могущество, величие. Блин, да откуда? Что такое? Ё-моё. Как он вообще сюда забрался? Он на базуке сюда залетел? Сверху, да? На дроболетерше сюда, по-моему, не запрыгнешь. Но я не знаю, я не пробовал. Но мне кажется, что нет. В общем, играю я так, посредственно, в принципе, как каждый из вас, знаете, ну как бы лучше многих, но и хуже многих. Парень, ты что творишь? Ты зачем под ноги себе базукой стрельнул? Просто фраг у меня забрал, сам себя убил. Слушайте, смотрите, как медленно ползешь, когда в снайперку смотришь, да? Прямо медленнее идешь. Смотрите, стены медленно приближаются. Да, со снайперкой явно ходишь медленнее. О, смотрите, АФКшник, похоже. На АФКшниках можно не торопиться, можно прицелиться и сделать точный выстрел в голову. О, вот он он, опять этот АМчик. Я, кстати, уже знаю маленькую его манеру игры. Он, знаете, вот я сейчас отстреливаюсь с гранатками, но он за мной не пойдет. Я уже так маленько с ним поиграл, прочувствовал. Он, в общем, любит обойти. Он наверняка сейчас с другой стороны пытается меня поймать. Кидаем две гранатки. Ни в кого не попали. Вон он, видите, уже бежит на дробовике. Отлично, одна попала. Так, его нет. Наверное, туда забежал. Давайте еще раз. В окошко. Есть попадание. Отлично. Мы его прям ловим нашими гранатами. Вот он, он вышел. Держи, друг. Просто мы его обманули. Он туда, мы туда, он сюда, мы сюда. Он даже не понял, откуда меня ждать, потому что он целился в проход. Но он прямо, прикиньте, мы еще с ним вот там встретились, да, как бы. Опять этот АФКшник здесь резнулся. На нем просто благодать, фраги набивать. Ну, все же, вдумайтесь, этот Энчик... О, вот он он. Отлично, мы его маленько постреляли. Ох ты, тут еще какой-то парень новый. Его не было до этого. Живучий, блин. Так, Енчик меня добивает. Так, он где-то здесь был, недалеко. Надо было на дробаше лететь, это его искать, преследовать просто. Потому что я заметил, что тут такая тенденция, если я его убиваю, то он прямо на дробайке несется туда, где я его убил, пытается... Блин. Это ты, чувак, блин, не дал мне убить Энчика. Термин какой-то. В общем, я просто заметил, когда я его убиваю, он просто на дробовике бежит туда, где я его убил, и пытается мне отомстить. Откуда мне вообще прилетело? Хе-хе, и у меня уже вообще здоровья нету. Дайте мне зайти внутрь, подлечиться маленько. Блин, прилетает. Страшно, блин. Если это этот... Он может наверх запрыгнуть, как в прошлый раз. Или все-таки через дверь зайдет? Что-то никто сюда ко мне не идет. Такое ощущение, как будто про меня забыли. Да, никого. Эй, а где все люди-то? О, привет, парень. Вот на таких можно наживаться. Ну, в принципе, у него как бы костюма нет как такового. У него сборник какой-то одежды не особо дорогой. Поэтому... Ох ты. Поэтому его можно очень быстро убивать. Знаете, по идее, тут вот на этой карте... Ну, если бы я, допустим, соревновался по фрагам, здесь бы победил тот, кто... Ну, вот этот термин, он, в принципе, неплох, да? Эймчик нормальный. Вот, в принципе, как бы... Как с ними соревноваться в фрагах? Там, на самом деле... Больше фрагов набьет не тот, кто лучше друг друга убивает. А больше фрагов набьет тот, кто быстрее находит нубов, на которых можно прямо быстро зарабатывать. Вот, смотрите, он меня убил. Ага, вот он он. Я прямо рядом с ним появился. А там стили. Блин, кто меня тут с двух сторон просто? О, вот. Сейчас я знаю, что... А, вот, блин. И там термин на базе был. Но его здесь нет, значит, он пошел в другую сторону. Я так полагаю. Ладно, я не буду за ним гнаться. В этом нет смысла. Ох ты. Они между друг дружкой, да, сражались. А я тут пришел и нагло... Нагло продолжил дело их рук. И добил каждого. Ну, в принципе, ничего. Прикольно, ребята, мне нравится. Опа. Еще раз прилетело. Опа. Ты хоть заметил, что ты через меня перелетел? Да, вот он возвращается. И я бы на его месте этого не делал. Опа. Мне еще прилетает. Так, он сейчас, по идее, вот здесь выбежит. Нету. О. Привет, друг. А где термин-то? Куда-то он делся. Ох ты, черт. Ё-моё, ты рядом со мной по... Не люблю, когда рядом с тобой появляются неуязвимые. Это самое попа. Надо, знаете, вот что ввести в игру, мне кажется, тогда уж. Раз уж разработчики так сделали. Сделайте так, что когда рядом с тобой появляется неуязвимый человек в радиусе от тебя, ну, допустим, трех метров, то ты тоже становишься неуязвимым. Или, ну, если вы им даете неуязвимость на респауне, сделайте так, чтобы они никого не могли атаковать. Просто пускай используют эту неуязвимость, чтобы уйти в безопасное место, если там рядом прессуют враги. Ну, я не знаю, как-то так. А то, главное, они появляются, их убить нельзя, а они-то могут тебе делов наворотить. Поэтому надо как-то, знаете, играть, ну, если ты там, я не знаю, допустим, проигрок или еще что-нибудь, я не знаю. Как-то надо играть, избегая места респауна. То есть не тусить там, где может появиться неубиваемый чувак. Так, блин, откуда? Как-то вообще туда приземлился. Он опять, наверное, как-то на базуке залетел сюда. Короче, я прозевал этот момент. А у нас уже осталась всего минута до конца, друзья. Всего минута. Но, тем не менее, в общем, я надеюсь, что страйк с моего канала снимут в ближайшие два дня. Поэтому, как только с меня снимут страйки, я с этими ребятами, с которыми мы сейчас играем... Блин, 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 ту-ту-ту-ту-ту-ту. Ах, ты ж черт. Он еще, главное, меня здесь убил. Я сюда шел. Я думал, сейчас я его убью. И в итоге, и в итоге ничего. Ну, короче, полная неудача. Так, чувак. Ты что сюда полез? Блин, я еще упал. Ты там так и тусишь? О! О, смотрите-ка, он молодец. Хорошо скаканул. Прям такой прикольный джамп сделал. В общем, вот такие, друзья, результаты. 26 на 10. Неплохо, нехорошо. Ну, как и есть. В общем, мне с этими ребятами понравилось играть. Если вам тоже понравилось, то у меня есть еще 20-минутное видео. И я надеюсь, что в ближайшее время с меня снимут страйк, и я вам его покажу. В общем, я сыграл еще один матч с теми же самыми парнями. И это было весело, потому что стоило кого-нибудь из них убить, как они тут же воскрешались, бежали на дробовиках туда, где ты был, пытались тебе отомстить. И, в общем, там надо было либо быстро умотать, либо там хорошо ребят встретить. Ну, в общем, надеюсь, вам понравится. Короче, друзья, ждите и жмите. Жмите на эту кнопку внизу экрана подписаться, чтобы подписаться на мой канал, если у вас, конечно же, работают аннотации. Кстати, вот на этом маленьком компьютерном мониторе вы как раз видите кадры, которые войдут в следующий выпуск. Ну, ладно, друзья, на этом я с вами попрощаюсь. С вами был 1101. Если вам понравилось, подписывайтесь, ставьте лайки. Всем спасибо, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok